и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine друзья под прошлым видео жизнь на марсе многие в комментариях меня просили и спрашивали слушай пожалуйста sky с ними серию о том как будет выглядеть марс через несколько тысяч лет пожалуйста с ними продолжение но в принципе я это сейчас вам и покажу и сделаю но перед началом хочу сказать огромное спасибо подписчику дмитрию тихомирова за данный мод с помощью которого мы с вами ребятки заглянем сегодня в будущее марса как он будет выглядеть если человечество все-таки приложит к нему руку и кстати ребятки в этом видео вы увидите много интересных плюшек также обращайтесь к дмитрию тихомирову все ссылочки на парня на его соц паблике я оставлю в описании ну что ж ребятки начинаем как говорят многие ученые что буквально за тысячу лет терраформировать марс очень легко и это возможно посмотри да это марс не знаю во многих видео возможным вы его видели мы как-то пролетали его может быть стороной мимо не знаю опускались на поверхность я уже давно не снимал видосики по спейс энджин вот даже соскучился по ним но это марс да это умеренная морская субтерра с жизнью жизнь органическая многоклеточная морская наземная атмосферное давление 0 81 чуть понижена чем на земле но здесь есть вода так азота азота почему-то я не вижу азот аргон углекислый газ все-таки углекислый газ каком-то изобилие немножко остался но здесь есть города посмотри светится города да это все прекрасно вода самые такие знакомые места давай перелетим вот на эту сторону и что мы видим суши я смотрю что на марсе очень плотные довольно таки облака а вот это по моему долина маринер которая затоплена водой так у нас по моему фобос или демис тут неподалеку парниковый эффект 79 достаточно жарко температура 25 градусов по цельсию да у нас полностью растоплены ледяные шапки марса ну давайте говорить так на северном и южном полюсе да будем говорить так так самые известные вулканы гора олимп суши мне показалось что гора олимп сначала как будто находится посреди океана нет так ладно хорошо и кстати кстати говоря где-то у нас здесь неподалеку блуждает до сих пор вокруг орбиты марса стармен давайте сейчас мы его рассмотрим прошлой серии мы видели его так он в общем и остался в притяжении нашего марса и так вот наш тесла роудстер он до сих пор бороздит орбиту марса так немножко наверное ускорится да он наблюдал за всем тем как человечеству все-таки терра формировала терра формировала марс со временем здорово стармен так ну что ж наверное давайте опускаться потихоньку на поверхность пролетим над поверхностью посмотрим что там да как а я вам немножко расскажу как все-таки человечеству может удастся план по терра формированию марса вообще почему человечество так пристально следит за этой планетой ну потому что она более схожа с нашей землей вообще как утверждают ровно где-то два с половиной миллиарда лет назад жизнь на марсе была нашей земле и марсу одинаковое количество лет совершенно четыре с половиной миллиарда и многие ученые говорят вообще по фактам собранным с различных спутников и различных роверов собрано огромное количество различной информации проведено большое количество исследований и многие какие-то элементы которые найдены на марсе даже мертвым сейчас в нашем времени схожи с нашими земными даже если обратить внимание на северный полюс и южный полюс марса сейчас в нашем времени то многие утверждают что что под толщу ее поверхности находятся огромные ледники то есть ребята это замороженная вода да как можно растопить вообще по идее как можно было бы превратить мертвый марс в живой ну конечно же если построить первый такой факт приведу вам если построить на марсе огромные парниковые заводы которые выбрасывали бы огромные огромное количество различных парниковых газов тем самым уплотнив атмосферу марса и повысить температуру на планете конечно можно было бы на марс столкнуть при помощи каких-нибудь современных не знаю ракет столкнуть на марс различные огромные астероиды ну их понадобится огромное количество сразу скажу и на это бы ушло бы огромное количество лет как ну я думаю что лет сто двести наверное пришлось потратить бы на это хотя может быть лет сто самые ближайшие астероиды я не знаю как бы человечество следило бы за каждым астероидом пролетавшим мимо марса вообще по идее можно бы было бы столкнуть фобос и деймос на марс но я думаю что это вызвало бы немножко обратный эффект вот поэтому пришлось бы немножко еще даже дольше ждать пока все на марсе успокоилась бы представляешь если столкнуть давайте посмотрим так фобос у нас диаметром хотя подожди 21 километр вообще по идее нам понадобилось бы около по моему 200 300 астероидов столкнуть на марс диаметром кстати да подходящий очень диаметр 20 и 12 километров ну нет 20 это слишком хотя можно и запустить туда и фобос ну представляешь какое огромное количество пришлось бы запустить астероидов и сколько на это бы уходило бы времени денег и всего прочего так что от двух каких-то обычных фобоса и деймоса толку никакого бы не было но не знаю вот конечно есть такой вариант сбросить на марс большое количество различных ядерных или атомных бомб ядерного потенциала земли но я бы тоже не советовал вообще илон маск рассматривает такой вариант но я не советовал бы потому что радиационный фон на марсе повысился бы в разы холны здесь так и так шалит от того что здесь слабое магнитное поле а ты представляешь повысить здесь радиационный фон так давай-ка я сейчас пролечу над самыми такими знаменитыми местами так долина маринер ну в принципе я тут уже пролетал неоднократно суши так подожди суши мне хочется посмотреть так растительность появилась прямо таки как на нашей земле там по моему какие-то тюльпанчики или что это такое было что-то росло фиолетовое розовое подожди дай-ка я я хочу посмотреть сейчас где у нас наша гора олимп вот наши под подожди стой по моему это гора олимп сто процентов вот точно точно стой ну я надеюсь я не опущусь прямо на нее я хочу парить над ней если мне это удастся стой вот 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 он знаменитый даже не гора а вулкан олимп ну по идее он мог бы при после терраформирования быть действующим не знаю так ну а теперь я ребятки сейчас вам покажу еще одну интересную плюшку и докажу вам что через тысячу лет марс стал терраформированным ну а прежде чем мы друзья перейдем с вами к полетам на марс аэрлайнс помните ту серию про которую я вам говорил в начале вот наш первый старшип который впервые приземлился на марс первые его обитатели прибыли на эту холодную и пустынную планету а корабль старшип так и застыл здесь и стал памятником на марсе да вот он так неровно у нас опустился в нашей прошлой серии ребятки всем тем кто смотрел ту серию и помнит момент начала я заодно и посмотрю насколько вы любите мои видео по space engine советую запустить в комментариях хэштег марс живой ну что же друзья ну а теперь предлагаю всем купить билеты на марс аэрлайнс мы начинаем наше путешествие наш полет над зеленым марсом поехали итак друзья добро пожаловать на борт марс аэрлайнс за бортом минус 10 если вы хотите каких-то горячительных или прочие напитков пожалуйста обращайтесь к нашим марсианским бортпроводницам к нашим стюардессам посмотри да насколько я вам говорил правду то что наш марс терраформирован да вот пожалуйста у нас летают самолеты с одного города в другой пожалуйста космический аппарат квантас аэрвейс боинг 777 может и можете сейчас отстегнуть свои ремни и мы в данный момент пролетаем с вами на долиной маринер это удивительно давайте возьмем попробуем корен а влево я самое главное мне сейчас не разбиться я не очень дружу с симуляторами с вернее с авиасимуляторами наша цель прибытия аэропорт возле вулкана олимп город как его назвать я даже не знаю город олимпус посмотри это чудесно это прекрасно делаем крен кстати можно сейчас будет попросить наших пилотов пролететь над самим вулканом олимп и мы совершим наше планирование в аэропорту олимпус не так мы пролетаем в данный момент над вулканом олимп и посмотрите насколько он огромен суши и я бы хотел бы находиться сейчас в данный момент на борту нашего марс аэрлайнс и наблюдать из иллюминатора самолета на гору олимп это было бы здорово кстати многие меня в комментариях спрашивали слушай что там типа за такой самолет и у него какие-то непонятные знаки на хвосте что это там я не буду говорить потому что youtube может наложить какие-то ограничения мне после того что я сейчас скажу какие-то непонятные фразы я сейчас вам покажу этот самолет и покажу логотип логотип межпланетных как правильно сказать межпланетных наверное каких-то компаний по авиаперелетам давайте покажу вам этот самолет итак друзья добро пожаловать на борт номер 777 от компании plutonium airlines да вот именно этот знак ребятки ну тем кто не знаком с астрологией пожалуйста почекайте погуглите и все узнаете но это межпланетные даже ну как межпланетные наверное до авиаперевозки под названием plutonium airlines ну поначалу этим авиарейсы были предназначены на планете плутон да плутон у нас тоже со временем терраформировался и первые даже ну как сказать ну не первые рейсы авиарейсы у нас были запланированы на плутоне чтобы передвигаться с города в город это таким образом своя авиакомпания именно с планеты плутон да конечно надо ненавнего времени считалось не планетой но потом ее все-таки обратно ей вернули свой статус и вот такие вот у нас авиалинии здесь тоже существуют на марсе да 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 посмотри это здорово ребятки за эти моды я хочу сказать огромное спасибо опять же нашему подписчику дмитрию тихомирову если вы хотите захотите вдруг попарить на различных аир джетах боингах и всем прочим над планетами где есть из жизни даже просто пролететь в спейс энджин над какой-нибудь планетой не знаю просто нет над терраформированной ребятки обращайтесь к нему вот он плутонин airlines вас приветствует над поверхностью марса давайте посмотрим еще какие здесь есть самолеты итак у нас есть вот такой тяжелый боинг тоже от компании plutonium empire посмотри насколько он огромен я кстати вернулся все в ту же долину маринер здесь более такие открытые впечатляющие виды открываются ну если бы конечно марс был полностью терраформирован были бы впечатляющие какие-то виды но сейчас ты просто смотришь на какую-то плоскость песок там вон трава плоская и все прочее но это классно летать на самолетах plutonian empire которая захватила все планеты по авиаперевозкам это круто очень посмотрим да здесь есть много самолетов вот такой тяжелый обоинг 737 жалко нельзя посмотреть вид из кабины так давайте посмотрим какой-нибудь наверное маленький самолет можно посмотреть супер джет ну я бы не назвал его супер джетом это ринг джет но посмотри да у нас на хвосте интересный логотип логотип терраформированных наверное скорее всего каких-то планет или лун что это похоже на землю с кольцами ну да это наверное скорее всего логотип межпланетных авиалиний ну что-то в этом роде больше похоже на какой-то ту 154 скорее всего интересно да довольно таки просто управлять я тебе скажу этими самолетами ничего сложного нету они здесь все бесподобны кстати давайте попробуем напоследок наверное пролететь над тем местом где впервые человечество высадилась на поверхность итак друзья мы пролетаем с вами над местом где впервые на поверхность марса высадилась человечество да вот первый межпланетный корабль space x посмотри это вечный памятник который почему-то у застыл по моему в воздухе мне очень интересно что за фигня так подожди стой вот это большой фейл наш самолет по моему тоже а застыл в воздухе он просто отключился стой ну даже если я включил двигателя что за фейл я что упал на поверхность да видимо как то немножко надо повыше здесь летать очень интересно я воткнулся куда-то непонятно куда ну короче говоря ребятки здесь достаточно много различных самолетов различных модов по самолетам если кому-то ребята интересно будет ссылочку на парня я оставлю в описании обращайтесь к нему ну а если тебе понравилось наше путешествие такое я не знаю как его назвать мы рассмотрели некоторые моды примерно рассмотрели как мог бы выглядеть марс и совершили с вами полеты халявные полеты от компании plutonium airlines и mars airlines ну что ж всем спасибо обязательно ставь пальчик вверх подпишись на канал нажми колокольчик дабы не пропускать наши новые видео по space engine и помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свои путешествия в нем да спасибо еще раз компании plutonium plutonium airlines пока пока